Всем привет, с вами Кэссиди и я наконец-то выкачал И-185, полетал на нем несколько боев и хочу вам рассказать о своих впечатлениях. Самолет неплохой, но имеет ряд особенностей, с которыми вам придется считаться. Одна из таких особенностей это склонность к перегреву. Взлетаем с аэродрома, пытаемся подняться в небо и в районе 2500 метров у нас перегрев. Избавиться от него легко и просто. Переходим в горизонтальный полет, убираем форсаж и секунд через 15-20 у нас двигатель остывает. Все это на 100% тяги. Но климбиться мы с вами не перестаем. Мы продолжаем набирать высоту и желательно повыше. Высоту набираем мы хорошо, зачастую будем выше всех противников, да и выше союзников. Ну и вместе с этим хорошим качеством складывается приоритет ведения боя от вертикали. Хотя и при ведении маневренного боя на горизонтали нас нельзя назвать бревном. Самолет может уворачиваться от одного, от двух и даже трех противников. Но при условии, если у вас есть запас по высоте. Вот для этого нам необходимо в самом начале боя клиндиться и чем выше, тем лучше. Как на мой взгляд, самолет слишком много тратит энергии в горизонтальных маневрах. Поэтому нам, грубо говоря, придется летать как по рельсам. Лучше прямо. Не гнушась вертикальными маневрами. Это у И-185 получается хорошо. Еще надо отметить, что самолет неохотно выполняет маневры, направленные через отрицательную перегрузку. Грубо говоря, нос вниз у вас очень-очень тяжело пойдет. Но это можно компенсировать в следующем. Ролл у самолета хороший. Переворачиваемся брюком вверх и выполняем маневр. Именно так вы будете поступать часто в боях на этой машине. Падаем на противника сверху. Пристраиваемся. Ждем удобного момента. Очередь. Поражаем ее. И противник отправляется в ангар. Какой-то другой манерой боя я бы вам не советовал пользоваться на этой машине. В маневренном бою мы зачастую уступаем. И со скоростью в горизонте у нас есть некоторые проблемы. Поэтому некоторых противников мы даже догнать не сможем. Либо перегрев двигателя, либо банально противник просто быстрее нас. Двигатель у нас такой же как у первой Ла-5. То есть самолета второй эры. Мы находимся в третьей, а поэтому нам немного тяжелее биться с одноклассниками. У нашего самолета прекрасное вооружение. Три пушки швак. Прекрасный боекомплект. Пятьсот шестьдесят снарядов. Все вооружение находится в носу. Поэтому не стесняйтесь стрелять по противнику с расстояния в пятьсот метров начиная. А возможно больше шанса попасть по нему у вас не будет. Я бы советовал ставить ленты трассирующие. Они очень неплохо выносят пилота. Но и видя свои трассера можно скорректировать свой же огонь и в итоге попасть по противнику. С первого захода нанести ему критические повреждения. Еще очень хорошо себя показала скрытая лента. Однако сам я предпочитаю летать на трассерах. Хватит об особенностях самолета. Переходим к нашему бою. Итак, начало боя. Забрались на высоту. Пять триста. Столкнулся П-47 с нашим Яком третьим. Он уже критован. Но отпускать противника нельзя. С расстояния в пятьсот метров. За счет трассеров. Выгадываем точку прицеленно. Стреляем. Поражаем. И П-47 отправляется в ангар. Разворачиваемся в сторону ближайшего противника. Но Фокки Ульф увидел, что 47-й сбит. И отворачивает к своим союзникам. Мы настигаем его у земли. Здесь мы в наиболее выгоднейшей ситуации. Немцы находятся у земли. И мы выцеливаем, прицениваемся, по кому же нам проатаковать. Они замечают. Оба уходят из-под линии атаки. Довернуть не представляется возможным. Ведь на отрезательной перегрузке самолет идет неохотно. Поэтому мы решаем не терять высоту. Над противником занимаем ее. Они все еще кружат под нами. И мы продолжаем выцеливать. Следить приходится сразу за несколькими противниками. Кое-кто из них пытается нас согнать с высоты. Ведь именно в этом положении мы представляем для них наибольшую угрозу. Отсюда мы можем проатаковать любого. Однако в лобовую мы не идем. Мы уворачиваемся от их снарядов. И все еще выжидаем удобный момент для проведения атаки. Одновременно с маневрами над противником мы пытаемся их подвесить. Так сказать, для себя же, чтобы потом проатаковать. Но фокки-вульфы обладают большим запасом энергии. Поэтому они держатся молодцом. Короткая очередь в догонку. Мы не попадаем. Смотрим на рандаре у нас на хвосте фокки-вульф. Отворачиваем от его атаки. Благо в маневре мы получше, чем фокки-вульф. Он до нас не доворачивает. И это его ошибка. Он начинает маневрировать под нами с нашим союзником. Обратите внимание, что мы делаем вертикальный маневр. Противник под нами. Мы в выгодной ситуации. Заходим на 6 часов этому самому фокки-вульфу. Ведем его. И с расстояния в 500 метров начинаем свою стрельбу. За счет трассиров, которые летят, корректируем огонь. И фокки-вульф отправляется в ангар. Смотрим на радар. Бить неподалеку еще два истребителя противника. Обращаем на них внимание. Видим увлеченного фокки-вульфа. Он нас, по всей видимости, не замечает. Пытаемся на него зайти. Удачно подставляется под нас. И не даем ему шансов уйти от нас. Где-то неподалеку еще один истребитель. А вот он над нами. Лобовая. Мы от нее уворачиваемся. Но по наземке мы, по всей видимости, должны проиграть. Вражеский истребитель понимает, что в маневренном бою он уступает ЛА-5 и И-185. И начинает убегать от нас. Я понимаю, что мы проигрываем по наземке. Надо найти этот штурмовик, который крабит последние наши наземные силы. И сбить его. Чем, собственно, я и начинаю заниматься. Оставив у Ки-Вульфа на совесть ЛА-5. Нашел вражеский штурмовик на горизонте. Начинаю с нее сближение. Он и будет моим последним фрагом в этом бою. Пора заканчивать обзор. Подведем итоги. Плюсы. Хорошее вооружение. Хороший боекомплект. В принципе, неплохой набор высоты. К минусам данного самолета отношу большую зависимость от высоты. У земли летать просто противопоказано. Также еще к минусам относится быстрый перегрев двигателя в режиме форсаж. Хотя на 100% тяги двигатель вряд ли перегреется. Скорость в горизонте недостаточная для данного уровня боев. Но за счет запаса высоты и небольшого пикирования можно развить скорость и нагнать противника. Советую использовать для данного самолета тактику ударил-убежал. И пользуются больше вертикальными маневрами. Но если уж вы вязались в горизонтальный маневренный бой, то смело использовать посадочные закрылки. Хотя и на небольшой промежуток времени. В приоритете выбора целей на первом месте у вас должен стоять именно вражеский истребитель. Хотя и бомбардировщики под залпом ваших пушек не устоят. Ну и ваш самолет горит от пары пуль 7.7 калибра. По совокупности характеристик И-185 получилась очень хорошей машиной. Если понравилось ставьте лайк, комментируйте. И всем пока.